Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео мы рассмотрим основы расчета теплообменных аппаратов и станций для приготовления сахарных сиропов и карамельной массы. Начнем с основ теплотехнических расчетов. При определении расхода теплоносителя пара и величины поверхности нагрева теплообменника обычно составляются расчетные уравнения теплового баланса и теплопередачи. Общее количество тепла, затрачиваемое на нагрев, растворение продукта и выпаривание влаги с учетом потерь тепла в общем виде выражается формулой, представленной на слайде. При расчете аппаратов непрерывного действия расход тепла по всем статьям исчисляется в ваттах джоуль в секунду или джоуль в час. Расход тепла на нагрев каждого из компонентов обрабатываемого продукта определяется по формуле, представленной на слайде. Ку-1 равно. Теплоемкость большинства продуктов зависит от температуры. Так, например, удельная теплоемкость сахара и патоки рассчитывается по формуле, представленной на слайде. Теплоемкость сахарных растворов, в том числе сахаропаточного сиропа и карамельной массы, зависит от температуры и концентрации. Ее можно посчитать по формуле Яновского в джоулях, деленный на килограмм Кельвин. Удельную теплоемкость воды в практических расчетах можно принимать равной 4190 джоулей на килограмм Кельвин или 1 килокалория на килограмм градус. Расход тепла на растворение кристаллов, например, сахара, определяется по формуле. Ку-2 равно ГК. Расход тепла на выпаривание влаги в джоулях определяется по формуле. Ку-3 равно Д2Р. Количество выпариваемой влаги Д2 в килограммах при изменении концентрации продукта можно определить путем совместного решения уравнений баланса сухих веществ и уравнения материального баланса. Тогда Д2 определится по формуле, представленной на слайде. Если влага испаряется с поверхности раствора без заметного изменения его концентрации, то Д2 рассчитывается по другой формуле. Коэффициент пропорциональности К большое для воды можно определить по формуле на слайде. При испарении воды в зависимости от скорости воздуха коэффициент пропорциональности имеет значение, представленный в таблице на слайде. Потери тепла в окружающую среду через наружные стенки аппарата лучше испусканием и конвекцией можно определить по формуле на слайде. Коэффициент теплоотдачи суммарный. При условии, если аппарат находится в закрытом помещении и температура стенки не превышает 150 градусов Цельсия, приближенно подсчитывается по формуле на слайде. Количество греющего водяного пара на один цикл для аппаратов периодического действия, в которых пар полностью конденсируется, определяется по формуле на слайде. Часовой расход пара для тех же аппаратов будет ДЧ равно Д большое, деленное на Тау. В темперирующих машинах, работающих с установившимся тепловым режимом, греющий пар расходуется лишь на компенсацию потерь тепла в окружающую среду. Его расход в килограммах час определяется по формуле на слайде. Расход пара для аппаратов непрерывного действия в килограммах в секунду определяется по формуле на слайде. Но в этом случае общий расход тепла Ку-общая исчисляется в ваттах. Расход жидкостных теплоносителей, например, воды, определяется по формуле на слайде. Дубль В равно. Площадь поверхности теплообмена аппаратов определяется из уравнения теплопередачи через стенку, откуда площадь поверхности теплообмена аппарата в квадратных метрах рассчитается по формуле на слайде. Продолжительность теплового процесса Тау в аппарате периодического действия рассчитывается по формуле на слайде. При расчете аппаратов непрерывного действия расход тепла исчисляется в ваттах и в формуле, на которую указывает стрелка, продолжительность процесса принимается Тау равная одной секунде. Средняя разность температур дельта Т зависит от характера теплового процесса. Если при теплообмене между двумя потоками начальную и конечную температуры одного потока обозначить через Т штрих и Т1 два штриха, а второго через Т2 штрих и Т2 два штриха, то процесс можно представить графически для случаев прямотока и противотока. Графики представлены на слайде. При прямотоке и противотоке, а также при постоянной температуре одной из сред, например, при конденсации греющего пара. Средний температурный напор определяется как средний логарифмический по формуле, представленной на слайде. Если же отношение дельта Тб к дельта Тм меньше или равно 1,8, то средний температурный напор можно определять как средний арифметический. Если дельта Тб деленное на дельта Тм меньше или равно 4,5, то вместо формулы для среднелогарифмического расчета дельта Т можно воспользоваться другой формулой, которая представлена на слайде. Коэффициент теплопередачи от нагревающей среды к нагреваемой через однослойную стенку в ватах, деленная на метр квадрат кельвин, определяется по формуле на слайде. При уваривании продукта в аппаратах периодического действия вследствие изменения концентрации продукта изменяется и коэффициент теплопередачи. Поэтому в приближенных расчетах аппаратов периодического действия следует принимать средний коэффициент теплопередачи. Основы расчета сироповарочной станции. Необходимую производительность дозаторов для подачи составных частей сиропа, сахара, патоки, воды можно определить путем совместного решения уравнения материального баланса, заданной по рецептуре пропорции сахара и патоки в сиропе, и уравнения баланса влаги, учитывающего влажность патоки, сахара и сиропа. Уравнение материального баланса за 1 час для данного случая будет такое, как представлено на слайде. Пропорция сухих веществ сахара и патоки в сиропе согласно рецептуре y равно формула представлена на слайде. Уравнение баланса влаги для сиропа, имеющего определенную влажность, будет так, как показано на слайде. Решая совместно эти уравнения, представленные на слайде, и подставляя в уравнение, на которое указывает стрелка, вместо г-пат и г-воды, их выражение из первых двух уравнений, получим необходимый расход сахара, а следовательно, производительность дозатора в килограммах в секунду. Формула для расчета представлена на слайде. По найденному расходу сахара, расход патоки определится из уравнения пропорции сахара и патоки, а расход воды из уравнения материального баланса. Общее количество тепла, необходимое для нагрева составных частей сиропа, растворения кристаллов сахара и компенсации потерь тепла растворителем в окружающую среду, определяется по формуле в ваттах. Ку равно формула представлена на слайде. Следует иметь в виду, что в этой формуле сигма г джитое, дельта куджитое рассчитывается по формуле на слайде. Энтальпия указанных продуктов в джоулях на килограмм при начальной и конечной температуре определяется как формулы, представленные на слайде. Для этого сначала подсчитывается теплоемкость сахара и патоки по формулам, представленным на слайде, при конечной ТК и начальной ТН температурах. При этом начальной температурой сахара будет температура воздухопомещения, из которого он подается, начальная температура подаваемых в подогретом виде патоки в пределах от 55 до 60 градусов Цельсия, воды от 70 до 80 градусов. Конечной температурой составных частей сиропа будет температура кипения сиропа, которая определяется по разработанному Соколовским и Маршалкиным графику температур кипения карамельных сиропов в зависимости от заданной влажности карамельного сиропа омега-С и давления П. График представлен на слайде. В данном случае для открытого аппарата растворителя давление атмосферное 100 кП. Например, при влажности сиропа 16% и атмосферном давлении температура его кипения по указанному графику будет примерно равна 120 градусам Цельсия. При определении параметров греющего пара следует иметь в виду, что температура пара должна быть примерно на 15-20 градусов Цельсия выше температуры кипения сиропа. Таким образом, в данном случае температура греющего пара будет 140 градусов Цельсия. Расход пара для растворителя определяется по формуле на слайде. Как для аппаратов непрерывного действия? При расчете расхода пара по принятой температуре греющего пара с помощью таблицы сначала определяют потребное давление греющего пара П, а по нему с помощью той же таблицы находят энтальпию греющего пара И1-2 штриха и конденсата И1 штрих. Таблица сейчас демонстрируется на экране. Это скорее всего та таблица из процессов, когда мы выпаривание делали. Ее можно забабахать сюда. Площадь поверхности нагрева растворителя определяется как поверхность нагрева аппарата непрерывного действия. При этом учитывается только полезное тепло, без потерь в окружающую среду. Для данного случая полезное тепло для растворителя из формулы, на которую указывает стрелка, равно формула для Q штрих. Тогда формула для определения поверхности нагрева растворителя будет F равно, расчет ведется в квадратных метрах. В нашем случае дельта Тау рассчитывается по формуле на слайде. При этом следует иметь в виду, что среднюю температуру смеси, в данном случае смеси компонентов сиропа, сахара, воды и патоки, загружаемые в растворитель определяют из уравнения теплового баланса смеси или при упрощенных расчетах ею задаются. Уравнение теплового баланса для смеси в данном случае будет иметь вид, представленный на слайде. Или в подробном виде уравнение представлено на слайде. Откуда средняя температура смеси в градусах Цельсия рассчитается через дробь. Остальные обозначения рассмотрены нами ранее. Потребная мощность электродвигателя для привода лопастей мешалки растворителя определяется по формуле на слайде. Геометрический объем V в кубических метрах растворителя сахара, работающего при атмосферном давлении, определяется по формуле V равно. Длина змеевика в станции ШСА-1 определяется исходя из продолжительности растворения сахара. L равно Vs tau r. Vs средняя скорость смеси в трубе змеевика от 0,55 до 0,65 метров в секунду. Диаметр трубы змеевика демалая в метрах находится из уравнения часового расхода смеси P большое через площадь ее поперечного сечения. Отсюда D большое выразится как 1,13 умноженное на подкоренное выражение. Основы расчета карамели варочной станции. Для расчета карамели варочной станции необходимо вначале определить ее производительность с учетом возможных потерь карамельной массы на всех участках линии. Примерная последовательность расчета следующая. Первое. Определение часовой производительности линии по готовой карамели с учетом времени на уборку оборудования линии. Килограмм в час. Формула для расчета представлена на слайде. Второе. Определение количества карамельной массы перерабатываемой на линии в час при заданном процентном содержании начинки в готовой карамели в килограммах в час. Соответственно, производительность оборудования по приготовлению начинки для данной линии, то есть количество подаваемой на линию фруктово-ягодной начинки составит в килограммах в час. Третье. Определение часового количества перерабатываемой на линии карамельной массы в сухом веществе с учетом заданной влажности карамельной массы и потерь сухих веществ в килограммах в час. По формуле может быть определена также производительность отдельных участков или машины аппаратов линии с учетом потерь продукта в сухом веществе от конца линии до этого участка или машины. Четвертое. Определение часовой производительности карамели варочной станции по карамельной массе в килограммах в час с учетом заданной влажности готовой массы. Пятое. Определение из уравнения баланса сухих веществ, которое представлено на слайде, расхода сиропа, то есть количество сиропа, которое должно быть подано с сиропной станции в змеевиковый вакуум аппарат. Так как концентрация любого раствора в килограммах на килограмм рассчитывается по формуле на слайде, то уравнение баланса сухих веществ для этого случая будет переписано таким образом, как представлено на экране. Откуда необходимое количество карамельного сиропа рассчитывается по формуле на слайде. Расчет змеевикового вакуум аппарата непрерывного действия ведется в следующем порядке. Уравнение теплового баланса для змеевикового вакуум аппарата при уваривании карамельной массы представлено на слайде. Левая часть уравнения теплового баланса выражает приход тепла. Расход греющего пара для аппарата в килограммах в секунду определяется из уравнения теплового баланса. Температура карамельного сиропа ТС подаваемого в змеевик аппарата определяется по графику в зависимости от заданной влажности сиропа при атмосферном давлении. Температура кипения у варенной карамельной массы ТК определяется по тому же графику в зависимости от заданной конечной влажности карамельной массы и разрежения В большое в вакуум камере аппарата. При этом остаточное давление в килопаскалях рассчитается по формуле П0 равно 100 минус В. Теплоемкость сиропа ЦС и карамельной массы ЦК определится по формуле представленной на слайде. Формула ранее использовалась для определения теплоемкости сахарных растворов. Количество вторичного пара выпаренной влаги определяется из уравнения материального баланса по формуле, по формуле представленной на слайде. Энтальпия вторичного пара И2-2' определяется в зависимости от остаточного абсолютного давления в вакуум камере по таблице, которую вы видите на экране. Энтальпия греющего пара И1-2' и конденсата И1-1' определяется по этой же таблице в зависимости от принятого давления и температуры греющего пара. Температура греющего пара, подаваемого в паровое пространство греющей части змеевикового вакуум аппарата, должна быть на 15-20 градусов Цельсия, выше найденной указанным ранее методом температуры кипения карамельной массы. Практически температура греющего пара должна быть в пределах 158-159 градусов Цельсия, что соответствует избыточному давлению греющего пара до 0,6 мегапаскаль. Это необходимо иметь в виду при определении параметров греющего пара. Потери тепла аппаратом в окружающую среду купе определяются по формуле на слайде или их принимают по опытным данным. Определив таким образом значение всех величин, входящих в формулу для расхода греющего пара для аппарата, подсчитывают расход пара. Площадь поверхности теплообмена змеевикового вакуум аппарата в квадратных метрах при уваривании сиропа определяется из уравнения теплопередачи через стенку, по формуле которую вы видите на экране. А формула для площади f равно q, полезная деленная на k дельта тау, вы видите на экране. Определив диаметр трубы змеевика по формуле, которую вы видите на экране, при скорости сиропа в трубе v, приблизительно равная 1 метр в секунду, по найденной величине поверхности теплообмена определяют геометрические размеры змеевика. Длину змеевика, уточнив диаметр трубы по ГОСТ, можно определить по формуле в метрах. L большое равно f большое деленное на πdn. Задавшись диаметром змеевика d средняя, приближенно равная 680 мм, и шагом витков змеевика s можно найти угол подъема витка змеевика по формуле на слайде. При этом s принимается равным 1,5 2dn. Длина витка змеевика L в метрах будет рассчитана по формуле. Число витков змеевика рассчитывается по формуле n равно L на L. Высота змеевика в метрах составит h рассчитывается по формуле на слайде. Диаметр корпуса греющей части в метрах d большое k рассчитывается по формуле на слайде. Окончательный диаметр корпуса греющей части аппарата принимается по ближайшему диаметру стандартных штампованных днич. Геометрический объем вакуум камеры аппарата определяется по напряжению ее парового пространства Rv в метры кубические деленные на час метры кубические. При атмосферном давлении Rv равно 8000 кубометров деленное на кубометр час. При разрежении в вакуум камере Rv равно 8000 фи, где фи коэффициент, зависящий от величины остаточного давления в вакуум камере при уваривании карамельной массы равен примерно 85 сотым. И тогда объем вакуум камеры в кубометрах рассчитывается по формуле на экране. Внутренний диаметр корпуса вакуум камеры dv принимается по конструктивным соображениям или в зависимости от диаметра стандартных штампованных днич. Высота корпуса вакуум камеры в метрах будет рассчитана по формуле на слайде. Толщина стенки в метрах корпуса нагревательной части аппарата как тонкостенного цилиндрического сосуда, работающего под внутренним избыточным давлением, рассчитывается по известной формуле. Производительность вакуум аппарата по готовой карамельной массе в килограмм в час можно определить по формуле на слайде. В конденсаторе смешения протекает тепловой процесс, который можно выразить следующим уравнением теплового баланса. На экране также представлена расчетная схема для расчета карамели варочной станции. Из уравнения теплового баланса можно найти расход охлаждающей воды в конденсаторе смешения в килограммах в секунду. W рассчитывается по формуле на экране. Подаваемая в конденсатор охлаждающая вода в количестве W с начальной температурой T2N по мере стекания вниз и конденсации пара нагреется до конечной температуры T2K, которая в прямоточных конденсаторах на 5-6 градусов Цельсия ниже температуры конденсируемого пара. Внутренний диаметр конденсатора в метрах определяется по формуле DK. Количество воздуха в килограммах в секунду откачиваемого вакуум-насосом из конденсатора определяется по формуле GV равно. Объемный расход воздуха в кубометрах в секунду, поступающего из конденсатора в насос, определяется по формуле VV равно. Парциальное давление воздуха в паскалях можно определить по формуле. В паровоздушной смеси, находящейся в конденсаторе, парциальное давление воздуха может быть определено также из уравнения. Производительность вакуум-насоса для откачки воздушно-водяной смеси в кубометрах в час V-обще рассчитывается по формуле. Откуда диаметр поршня насоса в метрах DP рассчитывается по формуле? При определении диаметра поршня, величиной хода поршня и количеством двойных ходов поршня задаются по характеристике насоса из литературных или справочных данных. В этом видео мы рассмотрели основы расчета теплообменных аппаратов и станций для приготовления сахарных сиропов и карамельной массы. Благодарю вас за внимание. С другими видео, посвященному оборудованию пищевого производства, машиноаппаратурным схемам линий пищевого производства и расчетом оборудования этих линий, с этими видео вы можете ознакомиться на канале. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!